друзья всем доброго дня добро пожаловать ко мне на канал начинаем с вами сегодня новое видео что хочу сказать по поводу своего состояния мне не подошли таблетки которые мне прописал врач прошлый раз я вам показывала который я покупала не подошел мне гиппопентин мне наоборот стало хуже прям вообще мне стало плохо и вот уже наверное около недели мое состояние оно почему-то ухудшилось вместо того чтобы улучшиться вот я начала ходить на физио сходила на одну процедуру почему-то тоже мне стало хуже безумно стало больно появилась какая-то резкая боль не знаю почему посмотрим на следующей неделе я буду ходить пять дней вот посмотрим по состоянию если после двух процедур мне станет еще больше как бы больнее то я наверное прекращу процедуры и пойду к врачу вот в понедельник мне еще идти к неврологу посмотрим что она наконец-то скажет я надеюсь она вышла с больничного и будет прием вот я налила себе чай пока буду наряжать елку буду попивать чаек и так что у нас из украшения будет бусы розовые видимо на тот момент не было серебряных поэтому я купила розовым потом будут сосульки сосульки есть еще вот где-то здесь счастье достану не знаю куда повесить вот эти вот сапожки так вот еще тут у меня я их покупала в прошлом году эти сосульки но я их прошлом году так и не повесила может быть они мне не понравились не знаю почему в этот раз я решила их все-таки поесть вот две упаковки у меня всего и мишура не знаю буду я ей наряжать или нет может быть где-то на ствол елки игрушек у нас не так много мы как-то никогда так сильно много игрушек не вешали в основном тут серебро золото несколько красных шаров вот видно да синий зеленый у нас даже вот такой мишуры то и нет совсем одна всего вот так что начну наверно наряжать развешив сосульки потом шарики повешаю а потом посмотрим а и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Подходит к концу моя работа с елкой. И по итогу хочу сказать, что мне не нравится, как лежат бусы. Мне кажется, они тут абсолютно вообще не к месту розовые. И как-то, может быть, сюда надо было красные или синие. В общем, я даже не знаю, оставлять мне эти бусы или убрать. Может быть, оставлю. Как-то я прям не знаю, что-то мне эти бусы не зашли. Вот так вот. Вот так вот. на окошечке у нас гирлянда шторка мурызька я уже умудрилась погрызть поэтому мы теперь следим за ней ну что хочу сказать елку мы нарядили ну вы понимаете что происходит у рыся ты посмотри на нее ты посмотри на нее вот складница то я уже все игрушки которые внизу были я их все подняла она им просто не даст висеть спокойно потому что она начала их скидывать веточки жует я не знаю как она будет стоять елка до нового года еще неделя ну посмотрим я даже не знаю нарядили посмотрели все можно разбирать а и Субтитры создавал DimaTorzok Девочки, мне пришел заказ из Faberlic, и мы сейчас с вами сделаем распаковку. Девочки, начну свой обзор с уходовых средств за кожей лица. Начинается у нас очищение кожи вечером, когда мы приходим домой со снятием макияжа. Для этого я взяла себе вот такую вот мицеллярную воду. Она очень хорошо подходит для ежедневного применения. У нее очень приятный аромат. Я ее уже потестила. Хочу вам сказать, что она очень хорошо снимает тушь, снимает макияж с глаз и очень хорошо очищает лицо. Следующим этапом по уходу за кожей лица у нас идет это умывание. Из этой же линии я взяла себе вот такой вот гель для умывания для всех типов кожи. Легко удаляет загрязнение и макияж с поверхностью кожи. Следующим этапом в очищении кожи лица у нас идет тонизирование. Также из этой линейки я взяла очищающий тоник для всех типов кожи для ежедневного применения. У него также очень приятный аромат. Он очень легко наносится. Нет липкости на лице. Мне он тоже очень нравится. Так как у нас сейчас зима. Погода у нас настолько переменчивая, что сегодня у нас, например, минус 30. Завтра у нас температура падает до нуля градусов. Начинается метель, ветра. И кожа лица, она очень сильно страдает. Я взяла себе вот такой вот дневной крем, который идет именно на зимний период. Он предназначен для всех типов кожи. Питательный крем, омолаживающий для ежедневного ухода в холодное время года. Еще я себе приобрела вот такой вот сиси-крем. Я давно себе хотела сиси-крем попробовать для того, чтобы наносить его утром вместо тонального средства. Я тональным средством пользуюсь довольно-таки редко, но все равно его использую. И сиси-крем, он, знаете, он очень хорошо выравнивает кожу на лице, скрывает недочеты. Я его уже протестила. У него очень нежная, тонкая такая текстура. Он легко наносится, легко распределяется. В общем, я довольна этим сиси-кремом. Из мужской линейки я взяла вот такую вот пену для бритья. Я взяла это не себе. Чтобы вы не подумали. Благородный аромат с подлинным мужским характером для сильного, энергичного человека, уверенного в своем успехе. Обеспечивает ультрагладкое скольжение лезвия. Тонизирует кожу в процессе бритья. И предотвращает сухость и стянутость кожи. Все мы моем руки. Ежедневно, а кто и ежечасно. Я руки мою очень часто. И для этого я себе взяла вот такое вот жидкое мыло. Я им буду пользоваться на кухне. Потому что, если вы заметили, у меня на кухне стоит жидкое мыло уже. Оно закончилось. И я себе взяла вот такое вот жидкое мыло для рук. Апельсиновая меренга. С апельсиновым ароматом. И я думаю, на кухне оно мне будет очень приятно в использовании. Для ванной комнаты у меня есть несколько средств. Это шампунь. Шампунь питательный для всех типов волос. У нас с рекусиком структура волос практически одинаковая. Мы с ним пользуемся в основном одним шампунем. Нам хватает. Мы не деремся за шампунем. Мы их не делим. Пользуемся одним. И подходит вот этот шампунь для всех типов волос. У него очень приятный также аромат. Я вообще сейчас стала сильно обращать внимание на то, как все пахнет. Для душа у нас два вот таких замечательных геля. У них обалденные просто ароматы. Гели для душа обалденные просто. Мы заказываем уже не первый раз. Для очищения полости рта я взяла вот такую вот глиную пасту. Это отбеливающая зубная паста. Несмотря на то, что она в черной упаковке. И сама по себе она черная. Зубная паста, отбеливание и детокс. Черная паста для белизны зубов. Зубная паста на основе угля эффективно и бережно отбеливает эмаль. Уголь оказывает детокс эффект за счет своих выраженных адсорбирующих свойств. Он способен впитывать осевшие на зубы пигменты. Чай, кофе и других красящих продуктов. Для душа я взяла себе вот такую вот варежку-мочалку. Я в последнее время пользуюсь только варежками. Моя уже, к сожалению, пришла в негодность. И я решила обновить свою варежку. И взяла себе вот такую вот яркую варежку для мытья тела. Вы знаете, что я люблю маски для лица. Это моя любовь. И в фабрике я взяла себе вот такие две масочки. Одна с коллагеном, а это с ретинолом. Обновляющая маска для лица с ретинолом. Ретинол одна из формул витамина А. Благодаря своему феноменальному свойству стимулировать обновление клеток, он решает самые разные задачи, выходит за кожей. Ретинол для кожи это все и даже больше. И коллаген. Коллаген главный белок кожи. Он обеспечивает ее эластичность и прочность. Вот, в общем, широкая линейка масочек тканевых фабрики. Поэтому я вот взяла сейчас две. В следующий раз я возьму уже другие масочки. Следующая моя покупочка это блеск для губ. Мой уже почти заканчивается, поэтому я решила обновить и заказала себе новый. Я люблю блески для губ больше, чем твердые помады. Сейчас мы с вами ее распечатаем. Ой, а как пахнет. Вот только знаю. Я сейчас попробую накраситься. В общем, вот такой вот розоватый оттеночек. Помадка просто бомбезная. Блеск для губ. И последняя моя покупочка на сегодня это вот такой вот корректор для кожи вокруг глаз. У меня корректор был. Я им активно пользовалась. И он уже закончился. Поэтому я решила заказать фабрики. Выбрала оттенок, который ближе подходит к моему цвету кожи. Оттенку моей кожи. Ну, в общем, потом буду делать макияж. Я вам его протестирую. И скажу, как хорошо он скрывает синячки под глазами. Это была моя последняя покупочка на сегодня. Все. На этом обзорчик свой с Фаберлика. Сегодня я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось. Для меня эти обзоры впервые. Поэтому со временем будет опыт. Всем спасибо, что посмотрели. И досмотрели этот обзор до конца. Друзья, всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем спасибо за лайки, за комментарии. Всем пока-пока. Увидимся в новом видео.